армянские реваншисты давят на премьер-министра армении никола пашиняна давление очень сильное об этом заявил председатель правления украинского конгресса азербайджана ветеран первой карабахской войны юрий осадченко в интервью гамиду гамидову в передаче поговорим передает ази аз вы же ветеран первой карабахской войны напомните на каких направлениях вы воевали на южном направлении в центральной части долго ну достаточно долго вы наверняка как и все мы следите за тем что происходит сейчас в отношениях с арменией почему по вашему пашинян не никак не подпишет мир на соглашение у него очень сильное очень сильное давление на него оказывается реваншистскими кругами в самой армении но в основном принципе сегодня в принципе 60 70 процентов населения армении готова будет пойти на мирное соглашение на мирное соглашение но давление диаспоры армянской но это в основном марсель андельс и берут да это советских времен это три города где очень сильно партия дашна акцентюн это реваншистская очень агрессивная вы знаете да по истории там по этому поводу написано очень много книг и не только нашими авторами но и западными авторами это три сиска организация пашинян боится реваншистов и боится диаспора безусловно диаспора давит на него со всех сторон и вот это вот поездка недавнее его и их представители председателя совета безопасности и министр иностранных дел и во франции в америку то что ему там показывают какие-то конфетки вот эти вот обещают ему об этой помощи давит на него чтобы он ни в коем случае не подписывал то есть это это диаспора то есть это не западные какие-то структуры это именно вы имеете диаспора да это сильнейшее давление диаспоры об на они его обнадеживают что все будет хорошо вы должны понимать что в лос-андельсе это почти миллион армян марселе это где-то около 600 тысяч берут берут очень сильная штаб-квартира с чего это начиналось сто лет назад это еще 1870-е годы все формировалось это не один день и комитет айдата их не это подразделение дашна цитюна для продвижения так называемого геноцида армян там крутится очень большие деньги там эти деньги выделяются на подкуп определенных депутатов давайте так скажем да на сегодняшний день макро мы все понимаем даже его это мы понимаем армянские корни там и так далее если все равно они оказывают давление на пашиняна он в итоге так никогда по вашему не подпишет мирное соглашение или подпишет нет он здесь получается две силы одна сила это давят другие страны такие как турции там заинтересованные игроки регионального заинтересован в том чтобы мир был чтобы мир был да это с одной стороны значит на его оказывается давление да и тот же самый баре вы понимаете да что с праги в принципе все приехали с надеждой на то что вот-вот будет подписан мирный договор россия заинтересована в том что был подписан мирный договор по вашему данном случае я бы я я не могу сказать это однозначно ответить на этот вопрос а как можете оценить вообще поведение россии в процессе урегулирования отношений между баку ереван очень сложно потому что мы все эти годы видели что говорится на встречах на официальных встречах говорится одно красивые речи произносятся и обнадеживающие делается другое абсолютно мы видели этих так называемых миротворцев первый год двадцатом году двадцать первом году их действия были очень сомнительные поэтому нам пришлось и перекрыть дорогу в городском районе где наша территория по нашей территории проходила эта дорога то есть нам приходится все время приводить чувства и тех же самых миротворцев то есть у нас здесь до сегодняшнего дня да мы решили мы конечно безусловно мы больше никогда не будем обсуждать так называемый нагорный карабахский вопрос его уже просто нет есть карабахский регион и как правильно сказал наш президент все вопросы с армянами этого региона будет решать только азербайджан безусловно то есть самое главное что мы вышли на свои границы и мы будем добиваться я думаю что месяц два три четыре те лимитация как минимум пройдет а дальше уже демаркация то есть вы принципе оптимистично настроена безусловно потому что здесь заинтересованы и западные тоже игроки это англия это как бы турция англия вот эти вот эта сторона да мы понимаем что франция безусловно но это не это не не посредник это и мы всегда завидели и знали это что он не даже в минской группе такой сомнительный посредник но на сегодняшний день слава богу изменилась эта ситуация скажите мне пожалуйста вот недавние события обострения на условной границе между азербайджаном и армении о котором вы сказали вы же наблюдали за тем как осветили их украинские сми вас это удивило да а почему конечно по вашему вот 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 такая вот такой вот неожиданно для меня лично неожиданное было отношение когда очень многие украинские сми и журналисты и политологи и эксперты встали почему-то на стороне на сторону армении при том что мы с самого начала вставали были на стороне украины и всегда говорили о том что за территориальную целостность украины а вот армения как раз поддерживала россию и вдруг у нас обострение и они почему-то поддерживают армению почему почему значит мы украинский конгресс азербайджана официально выступил по этому вопросу здесь сыграла подтолкнула к этим событиям вот какая ситуация данилов это в общем-то один из нескольких руководящих руководящих сотрудников на сегодняшний день руководство украины допустил некую оплошность как я считаю да то есть он не вник исходя из того что у них совершенно сегодня другие задачи ну вы сами понимаете на страна находится в войне а дальше уже вторичему начал масейчук это председатель группы украина армении когда он был депутатом нардепом или как мне говорят или депутатом верховной рады украины вот он конечно прошелся но он кей он понятно а почему журналисты многие сми немало их было да многие журналисты некоторые журналисты естественно учитывая что там довольно серьезная и влиятельная опять-таки армянская диаспора надо понимать что диаспоры это это очень серьезный инструмент а учитывая что у них диаспора формировалась уже около ста лет это начало двадцатого века они начнут по истории армянский народ он все время кочевал то там на ближнем востоке то с ближнего востока в османскую турцию там с турции там в османскую империю да то я имею ввиду там 16 17 18 века дальше это кавказ потом события в начале двадцатого века это европа там франция америка и так далее то есть это у них вот это вот диаспорская работа она с годами вот те народы которые как бы в силу определенных обстоятельств вынуждены переезжать по крайней мере основные части большие части этого народа переезжать из страны страну у них формируется очень хорошо формируется диаспорские связи там это очень серьезный вопрос это диаспора это не просто то есть вы хотите что диаспора повлияло на журналистов украины безусловно определенные части она очень влиятельная там там много журналистов среди них армянской национальности и и вы даже по порой можете по фамилиям и не узнать что это значит представитель армянской диаспоры да и вот вот такая вот ситуация сложилась в этих случаях прежние времена очень активно работали именно те люди которые государственные чиновники и украинские и те которые представлены здесь и которые решали это вопросы в корне сейчас здесь получилось что не было никакой реакции от официальных лиц украины и поэтому вот как бы вот этот ком начал нарастать в принципе из ничего если бы было бы например какое-то объяснение что но в связи с тем-то или там под таким-то вопросом там у нас было проблемы и в тринадцатом году когда украина поставила в армению оружие но в тот период посол украины в азербайджане сделал так что так организовал этот процесс что после визита януковича президента украины на тот момент в индию он задержался перри пролетел через азербайджан задержался на три часа здесь и дал гарантию о том что больше такие вопросы больше такие проблемы возникать не будут то есть над этим вопросами надо работать просто не с не только общественность не только блогеры не только журналисты прежде всего здесь должна быть инициатива тех людей которые обязаны этим заниматься которые уполномочены этим заниматься то есть должны быть их наверное выступление наверное должны быть объяснение там и так далее и так далее и вот по последнему событию это когда уже вот такой уважаемый депутат верховной рады украины александр мережки который кстати говоря двадцатых в двадцатом году один из нескольких депутатов верховной рады украины выступал очень активно поддержку азербайджана и недавний вопрос конечно тоже нас немножко напрягает и печально что вот на сегодняшний день вот возникают такие недоразумения между нашими странами но опять-таки у нас есть стратегическая линия между руководителем наших стран есть совет президентов между нашими странами есть заместительные отношения между нашими президентами и я надеюсь что вот эти вот мелкие недоразумения вот если вот непонимание недопонимание в определенный момент но опять-таки у нас здесь тяжелая довольно напряженная фаза и напряженные отношения вы видели президент постоянно летает из страны в страну решает этот вопрос для нас очень важный этот мирный договор с нашей соседней страной ну и война конечно в украине накладывает определенный отпечаток плюс в основном допустим азерва и представители азербайджанской диаспоры они ринулись воевать за территориальную целостность украины то есть им или заниматься гуманитарной помощью то есть как бы вот эта часть ослабла информационно информационные да если раньше они все время очень были активны то азербайджанцы как люди которые благодарны за то что они проживают в украине на сегодняшний день например вот только по официальным данным это 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 какие официальные данные это сообщение тех же самых представителей азербайджанской диаспоры украины 15 человек уже свыше 15 человек погибло только погибло мы не знаем еще сколько там воюет азербайджанцев за территориальную целостность украины подпишитесь на канал ставьте лайки и комментируйте спасибо